приветствую вас братья и сестры дорогие друзья сегодня у нас еще одна возможность быть в доме божьем и продолжить наше воскресное служение утреннее вроде бы сюда часто выходишь из гитары и петь и говорить и каждый раз волнуешься переживаешь пальцы все холодное становится сегодня вечернее служение и знаете вот все те здесь кто это те кто должны быть здесь сегодня вот потому что я верю что господь работает так что мы всегда в нужное время в доме его найти задайте каждый себе вопрос почему я сегодня пришел на служение вот мама папа заставили прийти или я не знаю там пришел потому что сестра как это нравится или наоборот брат там встретиться или пришел чтобы показаться что я прихожу на вечернее почему знаете почему я сегодня здесь именно в доме божьем кто-то сказал что вот люди приходят в больницу есть причина то есть лечиться приходят приходят в спортзал тоже есть причина для чего-то в библиотеку приходят не приходят в библиотеку там гантелями заниматься для чего мы пришли в дом божий сегодня в дом молитвы вот чтобы встретиться сегодня с господом чтобы он сказал какое-то сегодня слово нам и чтоб мы имели возможность помолиться, встретиться с Ним. Я прочитаю текст, всем знакомый из Евангелия от Луки, который записан в 18 главе 35 стиха по 41. Пожалуйста, будьте внимательны, услышьте это слово. Всем знакомая история. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Я всегда хотел поделиться с вами свидетельством из моей жизни. Необычное, знаете, как вот сегодня Петя говорил, ты как-то нам легко говорить о ком-то и о чем-то. Всегда тяжело говорить о себе. Что с тобой случается? Это было 11 лет тому назад. Мне было 24 года, когда я возвращался домой с работы на митинг. На митинг из-за того, что на работе все шло не так. Работа была не такая, стенки были не такие, была куча лишнего всего, чего надо было сделать. До этого какая-то неделя была. Все шло не так. Все перевернулось. Работало 11 человек, ребят, в моей бригаде. И мне нечем было платить им зарплату. То есть это взрослые дядьки, как наши папы. Кто-то из молодежи был, из ребят из Филадельфии. Но получилось так, что на работе было столько всего лишнего. Вот эти стены, которые были спиноблока, когда их залили бетоном, он повылазил по сторонам. Окна все кривое. Мы столько время потратили, что уже деньги были израсходованы. И мне нечем было платить зарплату. Моя жена была в положении с первым ребенком. Я понимал, что нечем платить белы. Я просрочил свой car payment, Verizon, телефон. Я только платил за рент, потому что не было денег. Я возвращался домой на старой машине. Это был Nissan Maximum, на которой не закрывался багажник с такой резинкой вокруг. Вот Евгений Пинчук сработал с нами там. И я рыдал. Я ныл, как маленькая девочка. Вот если вы думаете, сестры, что братья не плачут, это неправда. Они плачут. У нас есть такие моменты, когда ты понимаешь, что у тебя безвыходное положение. Я плакал. Я ехал, плакал и молился. Я говорил, Господи, мне нужна помощь Твоя. И она мне нужна сейчас. Я не знаю, почему. Я молился, и я не мог перестать реветь. Я молился и просил, помоги мне сейчас. Я не знаю, почему я так молился. Мне нужна помощь в данный момент. Когда я сказал аминь, я продолжал дальше ехать. Люди обгоняют, они не поймут, что он ревет, что с ним произошло. Звонит телефон. Буквально, друзья, я не хочу приукрасить ничего. Прошло 30 секунд, 40 секунд. Я подбираю телефон. Он говорит, Тимофей, это звонил человек, который был посредник между боссом и мной, который эту работу мне дал. Он как бы был мой босс, но он работу эту перекупил у другого человека. Я его на то время не знал, этого человека. Мы с ним не были ни друзья, мы с ним вместе не пили чай, мы не общались, ничего. Он говорит, Тима, мне Господь только что сказал, чтобы деньги, которые я имел, вот эта сумма, разница between big boss and me, большая сумма, там около 10 тысяч долларов было. Он сказал, мне Господь только что сказал, чтобы я эти деньги отдал тебе. Он говорит, это не подарок тебе, это не потому, что ты что-то хорошее сделал. Мне так сказал Господь. Прошло много лет, после этого, наверное, 6-7 лет. Я разговаривал с этим человеком, говорю, слушай, ну скажи, а что произошло? What happened? Для меня это не давало мне покоя. Что произошло? Он говорит, я не помню. Я не знаю, как это все произошло и что случилось. Друзья, мы вернемся к нашей истории. Момент с Вартимеем слепым. Он сидел у дороги. У него была огромная нужда, он был слепой. Мы не знаем, если он был слепой всю свою жизнь или если он ослеп уже в возрасте, но он кричал. Его заставляли молчать, он орал. Он понимал, что это его шанс. У него была нужда, у него была проблема и он не сдавался. Он знал, что сейчас этот момент, когда я могу поговорить с Богом. У нас есть сегодня такая возможность в жизни. Мы, приходя в Дом Божий, мы можем открывать Богу наши нужды. Мы можем открывать Ему наши переживания. Мы можем говорить с Иисусом. Мы не должны переставать молиться о наших ближних. Мы не должны переставать молиться о наших друзьях. Как мы слышали сегодня, утрешнее служение было. Было призывное служение. Дух Святой был all over this room. Наполняло присутствие храм наш. Я уверен, что Господь работает в сердцах. Мы должны продолжать. У нас часто нету постоянства. Я себя ловлю на этой мысли. В первую очередь. Начинаешь молиться за ситуацию или человека. Раз, два, три, неделю, две. И потихоньку, раз и все. И как бы забываешься. Неужели у нас нету о чем молиться? Неужели на молитвенных собраниях, когда говорят, какие нужды? У нас нету нужд. У нас все нормально. У нас все хорошо. Мне кажется, это уже проблема, когда все хорошо. Потому что многие родственники не с Богом. Это не кончается. Мы не должны переставать кричать Богу. И второй момент из этой истории. Представьте, Христос говорит, подведите его ко мне. Он слепой. Он грязный. Он просит милостыни. Он подходит к нему. Он подходит к нашему Богу, который все знает, все видит. Вездесущий, всемогущий. А Христос спрашивает его, чего ты хочешь от меня? Господи, ты не знаешь, что я хочу? Ну, разве ты не знаешь, что я хочу? Почему? Христос спросил у него. Господь хочет, чтобы мы свои нужды проговаривали. Господи, ты видишь, мой сын не в церкви, и ты его по имени называешь. Ты видишь, у меня проблема на работе, я не могу поменять ее. Слово Божие, проповедник говорит о гордости. И касается сердца твое, потому что ты чувствуешь, в каких-то сферах где-то гордость проявляется. Но ты не можешь это промолиться. Кто-то подумает, ну, почему я буду молиться? У него с гордостью проблема. Но когда такое случается, ну, дома, в своей тайной комнате, помолись Богу, проговори это, Господь. Проблема с завистью, проблема там, с мыслями. Вот это, вот это и вот это. Проговаривать. Он говорит, чего ты хочешь от меня? Чтобы мы не укрывали. Знаете, как бывает, молишься, ну, Господи, ты все видишь, и ты все знаешь. Вот ты видел все мои согрешения. Может быть, я в чем-то где-то был не таков. И когда ты знаешь, где ты был в чем-то не таков, и хочешь это заваулировать, чтобы это просто красивее смотрелось, Господь хочет, чтобы мы проговаривали. Помните, когда Господь встречу с Яковом в борьбе имел? Он спросил его, как имя твое? Он хотел, чтобы он признался. Он говорит, Яков. Потому что он хитрил. Друзья, у нас будет возможность помолиться. И благословит нас Господь, продолжать молиться за нужды, чтобы они не откладывались на вторую полку. Те люди, которые не в церкви с нами. И те переживания, которые у нас есть, давайте их открывать перед Богом. И Господь тогда был такой. Он сейчас отвечает на наши нужды. И у него нет нужды, которая сильно маленькая, которую он бы не услышал, или сильно большая. Аминь. Помолимся.